К нам присоединяется Илья Пономарёв, председатель Съезда народных депутатов, координатор политического центра Легиона Свобода России. Илья, добрый вечер. Здравствуйте. Примера сторона. Итак, несмотря на патриотические заявления пропагандистов о якобы массовом потоке добровольцев на так называемое СВО, россияне задаром идти умирать не желают. Об этом свидетельствуют цифры единоразовых выплат при подписании контракта, которые по сравнению с прошлым годом в отдельных регионах выросли в разы. Об этом пишет ресурс, говорит не Москва, лидеры в этом рейтинге, Карачаево, Черкесия, Санкт-Петербург, Краснодарский край, там платят около миллиона рублей, а то и больше. Вот смотрите, учитывая высокую смертность на фронте, 38 мая, 33 тысячи июнь, и учитывая ресурс России пополнения, это около 30 тысяч. Вот такие вот приблизительно цифры, мы их озвучиваем в нашем эфире. Минимальная вероятность возвращения с фронта, вот по мне так эта акция для семей контрактиков, на самом деле выглядит приблизительно, типа от того, продай жизнь мужа или сына за миллион. Вот она на самом деле единоразовая получается. Может быть это кому-то и выгодно, а может ли так статься, что вот такими вот выплатами и массовой мобилизации удастся России избежать? Ну, пока, как вы правильно говорите, ситуация равновесная. Они теряют примерно столько же, сколько направляют на фронт. Ну, там повышенные цифры потерь в мае и июне были связаны с катастрофически неудачным наступлением на Харьковском направлении, в результате которого там был резкий рост числа потерь в российской армии. А так, ну вот, там примерно, там сколько убивают, столько и, значит, поступают на фронт. Ну, действительно, вы правильно, собственно, говорите, что каждый солдат подорожал. Надо больше его платить, потому что те, которые соблазнялись там меньшими деньгами, они уже, соответственно, все выбиты. Но, тем не менее, приходят новые, потому что бедность в России, она колоссальна. И вот эти вот деньги, там, для многих это способ, там, выкутаться из кредитов. Это, там, да, погибнуть, но, значит, обеспечить свою семью, там, братьев, сестер, детей и так далее. И для многих россиян это просто вообще единственный способ для того, чтобы вырываться из бедности, поэтому они все равно идут на фронт. Мы обсуждали этот вопрос с нашими военными аналитиками, с военнослужащими. Вот сейчас интересно ваше мнение, как координатора полицентра Легиона Свобода России. Итак, представитель главного управления разведки Андрей Юсов сообщил некоторые подробности операции, так называемой спецоперации «Рыбалка», в частности, что пожар на российском ракетоносителе «Серпуха» устроил бывший военный Балтийского флота России, украинец, который сотрудничал с ГУР и Легионом Свобода России. Я напомню, что 7 апреля на территории военно-морской базы в городе Балтийск, Калининградской области, в результате пожара выведен из строя ракетный корабль «Серпуха». Что вы можете сказать по поводу этой спецоперации, что добавить? Ну, по-моему, неплохо получилось. Хорошо бы, чтобы таких операций было как можно больше. И это показывает, насколько на самом деле широка воронка людей, которые пишут заявление на вступление в Легион Свобода России. Потому что, ну, получается, каким образом далеко не все люди могут пропасть непосредственно в ряды Легиона. И по разным причинам. Ну, чаще всего это просто, что человек не может выехать из России, там, нет загранпаспорта, нету визы, нету денег, да, то есть, банально на то, чтобы выехать. Кто-то там, значит, там, родственники, еще что-то. Но они пополняют ряды движения Легиона Свобода России, то есть, партизанского движения. На данный момент в этом партизанском движении количество задействованных людей, оно, там, примерно в 10 раз больше, чем количество людей, которые находятся на фронте. То есть, например, такая пропорция. Ну, и вот, значит, в данном случае эта операция, да, это как раз пример того, как человек сделал операцию в тылу. А потом смог эвакуироваться и попасть уже в ряды Легиона. На прошлой неделе был доклад директора чешской контрразведки Коудэлки о гибридном терроре России в Европе. Но, если коротко, вот такие месседжи звучали, что Кремль начала использовать тактику ИГИЛ, нанимает иностранцев через интернет для выполнения грязной работы. Исполнитель зачастую не знает заказчика, а заказчик, соответственно, сидит в Москве. Говорит ли это о том, что в Европе прекрасно понимают, в том числе и разведчики, и контрразведчики, какие угрозы несет для них Россия? По вашему мнению, какие ключевые точки в Европе пытается сейчас расшатать Россия? Ну, сейчас все внимание приковано к Франции. Там и спорт, там и выборы и так далее. Поэтому, конечно, самая большая террористическая угроза, она именно там. И я надеюсь, что ничего не произойдет. Но, тем не менее, в общем, не случайно по всем американским военным базам, например, там прошло усиление мер безопасности. Это прямой результат того, что поступают сведения о том, что возможны эти террористические акты. Тут дальше тонкий вопрос заключается в следующем. Что как понять причину-следственную связь? Потому что, конечно, это же не офицеры ГРУ, которые будут устраивать непосредственные террористические атаки. Это будут делать радикальные исламистские группировки. Вопрос только, действуют ли они самостоятельно или кто-то подначивает. Или кто-то их использует в темную, как вы сейчас правильно говорите. Для Кремля опасность использования в темную и чтобы это вскрылось, она очень велика. Но соблазны еще более велики, поскольку они хотят повторить ту же самую историю, которая была во время Российской Чеченской войны, когда, соответственно, Кремль лишил, по сути дела, повстанцев международной поддержки за счет того, что он их связал с международным терроризмом и выбил из-под них тем самым базу. Но вот они хотят то же самое сделать с Украиной, хотя, мне кажется, конечно, это только в голове Путина. Это теоретически возможно. Я не вижу ни одного пути, как бы это могло произойти. Депутатов Госдумы и членов Совета Федерации начнут лишать мандатов за несогласованный с руководством выезд за рубеж. Вот такой законопроект Госдума приняла вчера в первом чтении. И вот, как отметили авторы этого документа, это решение продиктовано вопросами безопасности как государства, так и выезжающих депутатов, поскольку, ну, например, МУС может их там где-то арестовать. И, мало того, Володин поручил проработать. Также вопрос запрета депутатам и сенаторам выезжать за пределы России в течение двух-трех лет после окончания полномочий. Скажите, чего же они так боятся? К чему вот этот тотальный контроль? Я надеюсь, вы видите ущербность логики, что за выезд решения мандата это типа защита депутата. Это так же, как со всей войной. То есть ракета была нейтрализована путем попадания в корабль или еще куда-нибудь. Ну, и парламент в России, это не место для дискуссий, как мы знаем. Тут логику искать, да. Это вообще, да, главное, чтобы защитить депутата, то же он перестал быть депутатом. То есть вот тогда он будет полностью защищен. Вот. Значит, ну, кривость этого понятна. Конечно, от чистой воды репрессивная мера. Конечно, она связана с тем, что все большее количество депутатов теряет лояльность. Они не готовы к каким-то активным действиям, там, выступлениям против власти и так далее. Тем не менее, там, они тяготеют к тому, чтобы забиваться в разные щели, там, во всяких, там, Дубаях, на Балих. То есть и в других подобных юрисдикциях, которые, с одной стороны, не поддерживают санкционную политику, да, но в то же самое время где-нибудь подальше от Родины. Этот процесс идет, ну, соответственно, Володин, спикер Государственной Думы, он всегда был склонен к таким жестким решениям. Его было прозвище, там, Мясник, когда он был еще в администрации президента России, отвечал за внутреннюю политику. Ну, вот, как бы он эту политику продолжает и сейчас. И еще раз скажу, этому можно только порадоваться. Чем больше они будут друг друга бить, чем больше они будут друг на друга належать, чем больше они будут друг друга репрессировать, тем скорее вся эта история развалится. Этому можно только аплодировать. Давайте окунемся в такую тонкую область, как внешняя политика Китая. В Астане на саммите ШОС Путин встречался с Си Цзиньпином. Встреча длилась более часа. Затем китайский лидер заявил, что, как всегда, Пекин поддерживает идею о политическом урегулировании украинского кризиса. Позиция, мол, последовательна. Пекин соблюдает принципы устава ООН, уважает суверенитет, территориальную целостность. Ну и параллельно появляется новость о том, что ударные дроны, аналоги шахедов, санфлавер они называются, китайского производства. Так вот, по данным Блумберг, Китай их собирается поставлять России. Уже, так сказать, в целом виде, в собранном. Как вот эти две новости согласуются? Как вы считаете, решится ли Китай на прямые поставки вооружения России? Я буду очень удивлен, если Китай будет прямую поставлять то, что носит однозначно военное значение. Я думаю, что даже в вопросах двойного назначения они будут крайне аккуратны. А уж то, что является абсолютно четко военным, вряд ли. Но дело в том, что у Китая есть большое количество, каким образом это обойти. В частности, есть, например, Северная Корея, которой можно поставить какое-то вооружение, как бы северокорейцам, а северокорейцы могут потом это перепродать россиянам. Проблемы в этом, в общем, большой нету. И как бы в этой ситуации вроде как никто и не виноват. Ну и виноваты северные корейцы. Ну, подложите на них там, что называется, очередные санкции. Но китайцы тут ни при чем. На мой взгляд, китайцы в целом будут продолжать ту стратегию, которую они, в общем-то, уже давно начали. Они будут выглядеть такими респектабельными, вот, как вы говорите, там, нейтральными. Ни во что не вмешивающиеся, как бы, сами по себе. Такой центр силы, которых интересует, прежде всего, экономика. Но при этом они будут обрастать вот такими вот союзничками в виде Путина, в виде иранского режима, вот, северокорейского. То есть, и будут еще, собственно, Путин их подтягивает. Там разные африканские режимы и так далее, которые будут фактически в интересах Китая выполнять грязную работу. Но Китай каждый раз будет говорить, не, мы тут вообще были ни при чем. То есть, мы за мир во всем мире. Собственно, это не новая тактика, это ровно та тактика, которая была когда-то у Советского Союза, который, понятно, что был полюсом в Холодной войне, но, тем не менее, всегда говорил, что мы за мир. Но всегда были точки напряженности в Африке, в Латинской Америке, в Азии, которые вели более радикальные режимы, где и происходила прямая конфронтация с Соединенными Штатами, а Советский Союз говорил, а мы как бы, то есть, тут не при делах, вот, мы просто там братьям каким-то нашим из гуманитарных целей помогаем. Но сами-сами, не-не-не-не-нет, потому что это же ядерная война и все прочее. Парадокс страны, богатой на энергоресурсы. Россиянам рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ, чтобы залатать бюджет «Газпрома». То есть, получается, да, что теперь россиянам придется все-таки платить из своих карманов за санкции, которые якобы России на пользу. И как вы полагаете, это как-то спасет компанию? Я напомню, что в 2023 год «Газпром» закончил с убытком 7 миллиардов долларов. Ну, это все по известному анекдоту. Не я буду меньше пить, а ты будешь меньше есть. Собственно, так это было предсказано, так они и действуют. Я не думаю, что нам надо ставить вопрос там, как бы, там, спасут «Газпрома» или не спасут. Я не думаю, что «Газпром» находится в том состоянии, чтобы вот он там как бы исчез, как компания. Он, конечно, потерял много денег, но у него до этого были очень прибыльные годы. Количество активов очень большое. Возможность поддерживать себя на плаву у них много. Просто он перестал быть с таким донором, до имени коровой до бюджета. Вот там, вот что, значит, исчезли те финансовые потоки, которые рождались в Европе. И это в этом смысле, конечно, хорошо. Потому что когда-то, когда это все изменится, и путинизма не будет восстановить нормально работающую компанию, которая бы работала на благо всех и, кстати, приносила бы деньги и Украине тоже, в общем, будет не очень сложно. Но сейчас это абсолютный тупик. И да, там они, штаны будут поддерживать вот за счет этих внутренних платежей. Но я не думаю, что они приведут к качественному изменению баланса компаний. Министерство обороны России сообщает, что западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать грязную бомбу. Это цитата. Новость подхватили РИА Новости, затем другие российские СМИ. Создание грязной бомбы в Украине – это одна из любимых тем кремлевской пропаганды с 1922 года. Они регулярно об этом пишут. Но вот решили еще добавить радиоактивные отходы для захоронения. Такие вбросы, как вы считаете, на кого рассчитаны? Неужели так вот просто российским гражданам поверить в такие вот бомбы грязные? Ну, я думаю, что это вопрос больше не для российских граждан, это больше вопрос для Запада. И, конечно, подобные сообщения, они вызывают большие опасения, потому что вполне возможно, что это там несколько захватки на будущее, что они сами что-то такое думают. Сами проведут какой-то террористический акт, а потом скажут, ну вот вы же всегда кто-то прожидали, что это вот украинцы собираются. То есть вот они как бы там так и сделали, как мы говорили. Но смысла в этом абсолютно никакого нет. С одной стороны, сделать грязную бомбу чисто технически для любой страны, у которой находится атомная электростанция, очень просто. Ну, то есть из-за этих самых откудов тебе не надо ничего дополнительно завозить. То есть вот пошел, значит, это зачерпнул и сделал, и это будет действительно опасная история и так далее. С другой стороны, а как ты ее применишь? Как ты ее применишь так, чтобы достигнуть хоть какого-то результата? Это ничем другим, кроме таким террористическим актом, который набредит, собственно, тому, кто его провел гораздо больше, чем тому, против которого его провели. Ничего другого в этой ситуации не произойдет. Поэтому ни один разумный человек никогда не будет это делать и отдавать подобные команды. Так что это исключительно пропагандистский инструмент. Во многих СМИ на днях появилась информация, что скандальный американский журналист Такер Карлсон в самое ближайшее время запишет интервью с Владимиром Зеленским. В начале этого года, как все мы помним, записал двухчасовое интервью с Путиным. Оно разошлось по всей России. В кинотеатрах показывали, сделали агит-листок из этого интервью. Ну и вот спикер украинского президента Сергей Никифоров опровергивает информацию, что такая запись состоится. Ну и сказал, что господину Такеру, мол, стоит внимательно проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график. Как вы прокомментируете всю эту историю? Зачем такие вбросы? Честно говоря, жаль. Жаль, что фейк? Жаль, что фейк. Да, я бы снова посмотрел интервью Владимира Зеленского у Такера Карлсова. Более того, я считаю, что было бы полезно, если бы президент Украины имел бы возможность обратиться к той же аудитории, что обращался Владимир Путин, потому что это обращение Путина было успешным. Это вот, я могу сказать, много общаюсь с американцами. Ну, есть вот эта вот страта, которая слушает Такера Карлсона, и он на них влияет. Там некоторые вещи, которые у Путина были, но чистой воды, враньем, которые для этих людей являются важными. Там, в частности, в этой среде очень много евангелистических христиан, которые считают, что в Украине есть репрессии против церкви. На самом деле, все, если так не понимаем, строго наоборот. Ну, и вот такого рода вещи. Было бы полезно им скоммуницировать, что называется, от первого лица. Мне кажется, что президент Украины человек с очень хорошо подвешенным языком, поэтому ему бояться интервьюера, то есть точно не стоит, он сможет ясно и четко высказать свою позицию. Там нету предмета для опасения. О том, чего это произошло, ну, я думаю, что тут без всякого ФСБ, без всякой конспирологии. Все время существует миллион разных посредников, особенно вот такие вот люди жуликоватые крутятся вокруг вот этой вот американской правой среды, там около трампистской, да, это было, когда Трамп приходил к власти, когда стал президентом, там возник целый ряд жуликов, то есть очевидно, что если он вернется в офис, сейчас будет новая волна жуликов, ну и вот эти же самые жулики наверняка и пообещали Такеру Карлсону, что у них там все схвачено, они там могут чего угодно решить в офисе президента, все-все хорошо, ну вот, ну а этот, видите, он человек явно простоватый, вот, способен слушать полтора часа про Ченегов, ну, то есть, по-видимому, купился. Ну, может быть, к вашим рекомендациям кто-то из офиса президента и прислушивается, но хотя, как по мне, так Такер Карлсон, а такая себе грязная бомба российской пропаганды. Давайте дальше по просвещению пройдемся, но российском. Министерство просвещения России разрабатывает рекомендации для родителей по воспитанию детей от нуля до 18, как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чтобы каждый родитель имел фактические рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка. Это цитата. Накануне мы говорили в эфире Freedom с российской журналисткой Фридой Курбангалиевой, она заявила, что если современные тинейджеры российские еще как-то мыслят критически и вот, по ее словам, в массе своей настроены антипутински, то за юное поколение россиян ей вот становится страшно. Как вам, Илья, не страшно за новое поколение россиян, учитывая такие дорогостоящие национальные молодежные проекты, которые анонсировал Путин, которые включают в себя все эти движения первых, юной армии и тому подобное? Да, конечно, страшно. Да, конечно, страшно и, конечно, это направлено на манипуляцию с наиболее неокрепшими умами, но мы все это наблюдали в советское время. На самом деле, человеческое сознание, оно довольно подвижное, поэтому я думаю, что этот морок, он пройдет, но след он все равно оставит в головах и Путин на самом деле сейчас создает базу для возможного нового рессентимента, то есть через какое-то количество десятилетий, когда придет очередной логкий политик, который сможет манипулировать тем, что сейчас такая молодежь услышит. И это тем более подчеркивает важность того, что надо создать такую постпутинскую политическую систему, которая бы гарантировала, что кто бы там ни пришел, и как бы он ни манипулировал, и на какие ниточки ни дергал, что он не сможет больше стать единоличным правителем страны, что он не сможет больше развязать какую-то масштабную агрессивную войну и так далее. Это все возможно, это правильный подход к конституциональному дизайну новой страны, к его конституционному строю, к тому, чтобы провести деколонизацию ее. То есть все то, про что все время говорит Съезд народных депутатов и что пытается закрепить в виде принимаемых нами законодательных актов. Да, похоже на еще одну грязную бомбу, только в мозгах российских детей. В продолжении темы. Российских детей отправят отдыхать в лагерь Сандавон в Северной Корее. Прокремлевское движение первых отчиталось, что отправит первую группу уже в конце июля. Председатель организации Гуров назвал лагерь даже абсолютным аналогом Артека. Я читал такую интересную статью, пост, что один из россиян, который в подростковом возрасте побывал в этом лагере Сандавон лет 10 назад, рассказывал о жестком таком режиме, лагерном прямо, с ежедневными пропагандистскими мероприятиями. Детей заставляли петь песни о корейских вождях, чистить их памятники. Но вот как вы полагаете, если российских детей привлечь такому вот лагерю, к чему они могут научиться, что могут оттуда привести, какие впечатления? Знаете, у нас когда-то в России было такое общероссийское общество любителей идей щучка, в котором было довольно много народа. То есть его спонсировала Северная Корея, люди читали книжки и так далее. Но что-то я не чувствую, чтобы большое количество людей, которые прошли через это общество, были бы большими фанатами северокорейского режима. Мне кажется, как раз чем больше российских детей съездят в Северную Корею, тем будет лучше. То есть больше они это увидят своими глазами, а не по телевизору, тем больше они поймут, что может быть страна двигается немножко не в том направлении. Так что я считаю, вот эту инициативу я всецело поддерживаю, считаю, надо ее расширять. Как можно больше детей и взрослых, кстати, тоже было бы очень неплохо посылать бы в Северную Корею на экскурсию. Пригласим вас прокомментировать впечатления, когда может быть появятся они от российских детей или от их родителей. Всегда рады вас видеть, Илья, в нашем эфире. Илья Пономарев, председатель Съезда народных депутатов, координатор политического центра «Легионной свободы России», был на связи с телеканалом «Фридом». Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова